Скорее всего, каждый уже столкнулся в своей жизни с тем, что вы, например, работаете, зарабатываете какую-то сумму денег и всё время упираетесь в какой-то потолок. То есть вы можете одним каким-то делом заниматься. И вы знаете, что вы доходите до определённого уровня жизни. Вы можете переехать в другое место, не важно, в другую квартиру, в другой город, в другую страну. Абсолютно не важно. И вы начинаете там тоже зарабатывать и опять упираетесь в тот достаток, до которого вы доросли. И дальше не идёт. Вы можете менять работу, вы можете менять круг общения, вы можете ещё что-то менять. Но всё время вы доходите до того уровня комфорта, до которого вы доходили. И вот дальше, вроде бы, всё понимаете, но дальше не получается пройти. Наверное, многие из вас сталкивались. И обратите внимание ещё, вот вы себе зафиксировали, что сейчас сказали. И обратите внимание, ещё есть такое, когда начинают говорить, ну вот там он-то из богатой семьи, но вот он вот это вот. И если мы возьмём, то есть мы не берём какие-то исключения, да, сейчас не будем до них докапываться, а сам факт, чтобы вы понимали, как работает наше тело. Потому что наше тело — это батарейка Земли. То есть мы напрямую связаны с этой Вселенной, которая нам даёт. Назовите, как хотите. И люди, которые, люди, дети, которые родились в определённых семьях с определённым достатком, неважно, что это, там, пятеро детей в трёхкомнатной квартире выросли, или там один ребёнок в доме в 10 тысяч квадратов. И если мы будем брать среднестатистическое, по статистике, то люди, которые выросли в определённом достатке, то, как правило, они себе потом в жизни находят какое-либо дело, там, ещё что-то. Они вырастают, но если у них какие-то кризисные ситуации, ещё что-то, то, как правило, они ниже вот этого барьера не падают. То есть если они упали ниже барьера вот этого, там, какое-нибудь банкротство, ещё что-то, то они максимально быстро какими-либо деланиями, действиями выходят на тот уровень, как минимум на тот уровень, в котором выросли. То есть это генетически заложено. Смотрите, как у нас работает мозг. У нас мозг работает ещё и так, что мы… Тот уровень комфорта, который у нас заложен с детства, для нас это становится абсолютной нормой. То есть мы видим, как другие живут, мы видим, что другие могут жить хуже, там, ещё что-то. Но для нас наши нейронные связи, наши нейронные все вот эти вот сети, они мерцают так, что ниже вот этого физического комфорта мы не падаем. А когда мы не выходим за рамки нашего физического комфорта, какой-то материальной субстанции, это говорит о том, что у нас всё время есть вот эта вот линейка. Вот этот минимальный уровень, минимальный уровень – это, как правило, там, где мы выросли. Как правило. Бывают исключения, но, как правило, мы ниже этого уровня. И у нас вот такая вот линейка, да, и вот эта вот линейка вот здесь вот. И когда вы начинаете здесь, то есть не здесь себя, мы же как идём? Почему мы не можем выскочить туда? Потому что мы доходим до определённого уровня, да, и мы начинаем думать, вот этот определённый уровень, и я сейчас вот от этого определённого уровня начну вот сюда вот скакать. И очень часто не получается. То есть бывает там выскочило обратно, выскочило обратно, и вот эти вот получаются качели. А нам нужно не вот этот уровень поднять, а нижний. Нам нужно осознать, что тот нижний уровень, который был, он был уже тогда. И вот этот нижний уровень мы поднимаем в своём осознании. И наша линейка такая же становится, и мы тогда вылетаем на другой уровень материального достатка. Продолжение следует...